Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Поэтому на тот момент это произошло очень таким интересным, но с точки зрения публицистики, с точки зрения научной фантастики событием, но никто не воспринимал это серьезно. Хотя дальше уже в 1987 году инженер Юницкий проводил уже в Гомеле всероссийскую конференцию, на которых было более 500 участников уже по неракетному освоению космоса. И в этой первой конференции принимал участие как раз Игорь Петрович Волк и еще ряд на тот момент очень значимых фигур именно в космической отрасли. И настолько это было интересно и захватывающе то, что предлагал инженер Юницкий, что ему предложили и он стал на тот момент единственным человеком, который не занимал официальные посты в космической отрасли, членом Федерации космоса. И до развала Советского Союза он был активным членом этой федерации, предлагая новый концепт освоения космоса. И это, друзья, на тот момент было революционным. Это казалось недостижимым и что пройдет не одно, не два поколения, а сотни лет, прежде чем это станет реальностью. Инженер Юницкий тогда показывал, что необходимо создать эстакаду вокруг Земли с длиной 40 тысяч километров, о том, что внутри необходимо создать фурвакуум, то есть разреженное пространство. Надо сделать линейный электродвигатель для того, чтобы можно было разгонять в магнитном поле маховик, для того, чтобы накачивать его энергией. И для того, что используя закон сохранения масс, увеличивая всего на полтора процента диаметр этого кольца, можно на более чем 300 километров выводить за один рейс более 10 миллионов тонн грузов и порядка 10-15 миллионов пассажиров одним рейсом. Конечно, друзья, это казалось абсолютно фантастически, потому что тогда кружила голову именно ракетная техника. Мы соревновались со всем миром и шла космическая гонка. Кто первый выйдет в космос, запустит спутники, кто первый высадится на Луну, кто первый сделает орбитальные станции, Кто первый установит рекорд по выводу грузов на полезную орбиту для того, чтобы осуществлять деятельность. И это в 88-е, то есть все 80-е годы активно гонка шла, развивалась. И никому в голову тогда не приходило о том, что следом за ракетной техникой, именно за законом сохранения импульса, который в свое время дал описание еще другой наш гениальный соотечественник, это Константин Эдуардович Циолковский, который показал именно ракетное движение, многоступенчатые ракеты, орбитальные комплексы, А потом выдающийся инженер, генеральный конструктор Сергей Павлович Королев показал и реализовал именно все это уже, именно конкретную технологическую школу, технологические решения. И мы с вами стали свидетелями и запуска первого спутника, и потом полета белка-стрелка собак, которые первые показали, что в космосе возможна жизнь. Потом первого человека, Юрия Алексеевича Гагарина, потом целая плеяда первой команды космонавтов, то есть там все было первое. И вот сейчас, друзья, вышел уникальнейший фильм, именно по первому выходу уже космонавта в космос, это по Николаю Леонову, Евгению Леонову, извините. И, соответственно, это тоже интереснейший фильм, и мы вот недавно, буквально на днях с Анатольдовичем разговаривали, он под впечатлением этого фильма говорил, что представляешь, какие сложные технологические решения предстояло решить Королёву, потому что это самая агрессивная среда для человека. Человек погибает в вакууме за доли секунды, там одна десятая, одна пятнадцатая доля секунды, мгновенная смерть. Соответственно, любая ошибка, любая технологическая неисправность, любой инженерный просчет приводил именно к инженерным и к человеческим жертвам и к огромным-огромным затратам. Но из вот этого стремления человека в космос это все преодолевалось и сегодня шло. И сегодня по сложности и по масштабу задач, которые решает Skyway, это сопоставимые задачи. И как, друзья, это сейчас высокопарно не звучало, но все начиналось, соответственно, с каких-то, казалось бы, фантастических, нереальных инженерных задач. Когда в конце девятнадцатого века Константин Эдуардович Циолковский предложил именно использовать закон сохранения импульса, то есть ракетное движение для того, чтобы выводить космические аппараты в космос, это, друзья, тоже было воспринято в конце девятнадцатого, начало двадцатого века как нереальная, скажем так, очень отдаленная перспектива. Многие не верили в то, что это может произойти, в то, что это реализуемо. И тем более о том, что это может произойти в какой-то исторической перспективе. Но, друзья, в двадцатых годах уже Цандер, а потом Школа Королева начали создавать уже ракетные, сначала планера, потом уже военные ракеты. Во время Второй мировой войны в активную использовались уже ракетные минометы, наша знаменитая «Катюша», ракетные минометы, которые использовали немецкие специалисты, немецкие войска, который создавал тоже на тот момент молодой и очень талантливый инженер фон Браун, который создал ракету Фау-1, Фау-2 для бомбардировки, соответственно, Лондона. И когда закончилась Вторая мировая война поражением и полным крахом вот этой идеологии нацизма, началась ракетная гонка. И эту гонку возглавил руководитель НАСА, почетный гражданин Соединенных Штатов, бывший нацист фон Браун, а в Советском Союзе это ученик Константин Эдуардович Цауковского Сергей Павлович Королев. И две великие державы, соответственно, на протяжении почти полувека осуществляли вот эту космическую гонку с последующими или с постепенными, или, скажем так, с последовательными победами то одной, то другой стороны. Трудно сказать, что кто-то выиграл эту гонку. То есть мы шли абсолютно по разным концептам. То есть у нас было многоступенчатые ракеты, это орбитальные комплексы. Сначала это была станция Салют, потом станция Мир, которая находилась на орбите. Российская инженерная школа, которую создал Сергей Павлович Королев. Это многомесячные орбитальные полеты, это работа именно на орбитальных комплексах и создание орбитальных станций, орбитальных заводов, орбитальных лабораторий. Американцы пошли по другому пути, они стали осваивать Луну, они стали делать лунные станции и считали, что перспектива развития именно лунной колонии и лунного развития, они делали многоразовые космические аппараты, шаттлы, которые выводили на орбиту и грузы, и космонавтов, потом возвращались обратно. Но со временем вся инженерная и космическая мысль показала о том, что ступенчатые ракеты это наиболее сегодня перспективное направление, наиболее дешевое, что орбитальные комплексы, это самая дешевая и самая простая система, именно находиться на орбитальных, на низкостационарных и более удаленных орбитах. И по этому пути сегодня идет развитие космонавтики, и соответственно, то, что заложил Константин Эдуардович Сауковский, это сегодня развивается, делается и доводится уже до очень таких серьезных научных фундаментальных исследований. Здесь я могу сказать, вот я упоминал уже Сергея Кракалева, человека, который больше всех жителей Земли пробыл в космосе, и мы с ним общались, и он мне задал очень такой интересный вопрос, он говорит, а как ты относишься к сегодняшней космонавтике, потому что это же очень огромные затраты, многие сейчас задают вопрос, зачем, когда есть экономические сложности, когда есть голодающие на Земле, мы выходим в космос, осваиваем, тратим такие деньги, тем более, что отдача от космоса с экономической точки зрения никогда не покроет тех затрат. Сегодня любой килограмм, любого веса, который выводится на орбиту, он стоит дороже, чем килограмм золота на Земле. То есть все, что находится на орбите, это золотое, в прямом смысле слова, с точки зрения стоимости сегодняшней экономики Земли. И зачем мы делаем эти затраты? И я ему четко тогда говорил в понимании, что я уже стою на позиции инженерной школы Юницкого, которая идет в развитии научной школы Цауковского, именно околоземного космического развития. И что дальше космос станет реальным уже освоением для производства, для промышленности, для именно околоземного технологического развития. То есть когда все производство Земли, все вредное производство, которое сегодня связано с нефтехимией, то, что связано с производством бензольных колец и, соответственно, производство пластиков, всевозможных видов, то без человечества, чего жить не может. Соответственно, это требует огромное количество сжигания кислорода, это требует огромное количество выброса в атмосферу вредных веществ. Это наши автомобили, без которых сегодня цивилизация просто не может жить. Это уже почти 2 миллиарда автомобилей, 5 миллиардов тонн нефти продуктов, которые мы выбрасываем, а потом это возвращается нам продуктами, отравленной водой, отравленным воздухом. И таким образом сегодня человечество, создавая вот эту техногенную цивилизацию, используя и двигатели внутреннего сгорания в автомобилях, и реактивную тягу для самолетов и для ракет, которые при выходе еще и сжигают озоновый слой, величину из Франции, а Земля без озонового слоя просто не может существовать. Соответственно, друзья, это все входит в конфликт биосферы, то есть где мы с вами расходим, где мы живем, и то, что сегодня потребляет и создает цивилизация, именно техногенная цивилизация. И здесь, друзья, очень значимо и знаково, то есть сегодня используя эту дату, именно полета первого человека и Советского Союза, то есть, соответственно, нашей российской инженерной школы, которая сделала первые шаги в космос, то сегодня дата еще и знаменательна тем, как я уже упоминал, что в 1982 году в журнале «Изобретатель и рационализатор» молодой инженер Юницкий опубликовал статью о неракетном освоении космоса. И сегодня, друзья, можно считать сегодняшний наш вебинар как анонс следующей статьи, именно сегодня, именно в четвертом номере, именно в журнале «Изобретатель и рационализатор» выходит статья инженера Юницкого о неракетном освоении космоса, об ОТС, общепланетном транспортном средстве, которое будет осваивать космос. И, соответственно, это очень знаковое событие, что спустя 35 лет инженер Юницкий не то, что не оставил эту мысль, а он ее развивает дальше, и он вплотную приступил к ее реализации. А почему, друзья, надо понимать, что мы сегодня стоим... Так, Андрей, тебе давать права? Хулиганят тут у нас эти самые... Я, конечно, друзья, абсолютно понимаю, какую пищу, просто благодатную пищу мы сегодня дадим для наших троллей, как они будут отчасти измываться и говорить, что помимо юнибайков, которые мы делаем в Париж, где можно крутить педали и, не выходя со своего кресла, перемещаться в любую точку мира, мы еще говорим о том, что эти юнибайки у нас полетят в космос, что освоение космоса – это не какая-то отдаленная перспектива, а то, что сегодня происходит. Но это, друзья, нас сегодня абсолютно не волнует. Сегодня необходимо четко уже об этом говорить, надо четко понимать и представлять, друзья. То есть я сегодня обращаюсь к сторонникам Skyway, тем, кто сегодня являются нашими союзниками, нашими партнерами. И вы сами должны для себя понимать именно значимость и масштабность инженерной школы, которую создал Юницкий, именно масштабы и глобальные вопросы, которые она решает. И, как мы говорили уже, Skyway сегодня, он вышел из космической программы. Не то, что сегодня за Skyway идет следующая Spaceway, как ее называют Юницкий, то есть следующий седьмой технологический уклад освоения околоземного пространства, а именно наоборот. 35 лет назад инженер Юницкий, опубликовав и показав концепцию неракетного освоения космоса, он развивал эту концепцию, но потом он обратным счетом начал упрощать эту эстакаду, и подойдя к тому, чтобы сегодня реализовать уже транспортную систему более упрощенную. И, соответственно, из ОТС, то есть из этой эстакады, то есть для того, чтобы ее сделать более прочной и более простой, родилась именно концепция струнного транспорта, а не наоборот. И, соответственно, еще 35 лет назад были именно заложены основы и форвакуума, то есть вакуумной трубы и линейного развернутого электродвигателя, который может аккумулировать энергию, и, соответственно, маховика, который может двигаться в магнитном поле для того, чтобы сначала накапливать энергию, потом эту потенциальную энергию передавать уже транспортному средству, и оно, соответственно, будет вводиться в космос. Это сложнейшее на сегодняшний момент технологическое решение, равных которых человечество еще не создавало. И сразу возникает очень много вопросов, а зачем, друзья, нам сегодня выходить в космос? Зачем нам сегодня выносить производство? Зачем нам сегодня убирать эти костры, которые горят сегодня на Земле, эти миллиарды костров, нам выносить в космос? Для чего нам сегодня улучшать экологию? А здесь, друзья, ответ очень простой, который Юницкий произносит на каждой встрече, которую он показывает при каждой демонстрации и ОТС, и технологии SkyWay. И это, друзья, уже абсолютно принятая такая норма, ее сегодня понимают все. До точки невозврата, когда цивилизация и мы, как человечество, уничтожим свою атмосферу, свою биосферу, то есть Землю, на которой живем, осталось 2-3 поколения. Юницкий об этом говорит уже 35 лет, то есть фактически одно поколение прошло. То есть через два поколения, если человечество не одумается, не решит вопросов, то все эти проблемы, которые кажутся сегодня глобальными, эти проблемы с долларами, с нефтью, с Сирией, с внешней политикой, они, друзья, не просто уйдут на второй план, они будут незначительны, потому что цивилизация, она уже сегодня стала, но будет точка невозврата и она просто придет к неизмежной гибели. Возможно ли изменение этого хода? Да, и именно инженерное решение, именно создание не техногенной, а экогенной технологии позволяет сегодня решать эти задачи. И мы сегодня, друзья, этим занимаемся. И сегодня SkyWay это очередной шаг в развитии цивилизационного развития. Это следующий технологический уклад, шестой технологический уклад, который пришел вслед за двигателем внутреннего сгорания, за эрой интернета. И мы сегодня, создавая новую коммуникационную сеть TransNet, мы сегодня отрабатываем те элементы, которые будут дальше заложены уже в основу SpaceWay. И здесь, друзья, вы тоже должны понимать очень четкую последовательность, которая сегодня разрабатывается именно инженерной мыслью. То есть сегодня, казалось бы, наши юнибайки, какая связь с космосом? То есть простая, простой рельс, небольшое жизненное пространство, как мы это называем, Mobile Personal Space, которая является и, соответственно, носителем уже компьютеров, очень мощной производительности, и бортовых аудио-видеосистем, и экологической системы вашей атмосферы, которая под вас подстраивает именно и атмосферу, и воздух, и давление, и персональное кресло. То есть это ваше персональное пространство, в котором вы находитесь, перемещаетесь. И если говорить уже о интернет, это нажав сегодня одну кнопку и открыв компьютер, вы находитесь в информационном поле Земли, то есть там, где находится вся информация, и вы можете получать эту информацию. Точно так же, подключаясь к TransNet, находясь в юнибайке, вы можете перемещаться из любой точки мира в любую точку мира. И эта уже концепция сегодня развивается, она реализуется, и до ее абсолютного воплощения осталось буквально 7, 8, 10 лет, когда это станет уже абсолютно доступно каждому. Соответственно, на первых этапах это, конечно, будет весьма дорогостоящие и адресные небольшие проекты, которые будут решать локальные задачи, но постепенно, разрастаясь и замыкаясь в сеть, будет так же, как и при интернете сегодня, из любой точки в любую точку можно передать информацию. Точно так же, при развитии TransNet, из любой точки в любую точку, находясь на своем рабочем повседневном месте, то есть юнибайке, вы будете перемещаться. Причем концепт следующий, что этот юнибайк уже может по системе Кенгуру вставать в более скоростные модули, уже юнибусы и юнилеты, и уже со скоростью 200, 500, 600 км в час, как декларирует юницкий, 600 – это предел скорости юнилета в атмосфере, то есть при сегодняшней аэродинамике дальше очень резко возрастают, соответственно, затраты, и больше 600 км в час над поверхностью Земли, то есть то, что мы с вами создаем скоростной и высокоскоростной Skyway, делать нецелесообразно. Но та эстакада, которая сегодня создается, друзья, та, которая вы все видели, строится, и первый километр уже готов в Марьиной горке, чтобы вы понимали, это не просто сегодня 4 в 1, когда сверху высокоскоростной модуль со скоростью до 600 км в час, а снизу это наши юнибайки, это юнибусы пассажирские, которые могут идти 2, 4, 6, 24 местные дальше в электронной цепке, но это еще и две грузовые системы, которые контейнерные перевозки, это сегодня альтернатива полностью и морских, и сухопутных контейнерных перевозок, и сыпучие грузы одной этой трассой до 200 миллионов тонн, это мы все с вами, друзья, видели, смотрели. То есть это 4 трассы в одной, это то, что мы с вами, друзья, увидим все 1 июля на Экофесте, это то, что мы с вами увидим уже и испытания там, и, соответственно, технические прогоны уже и юнибайка, и юнибуса, и юникара, и увидим даже прототип юнилета, но он будет покажен чуть позже, где-то к концу года. Так вот, друзья, чтобы вы понимали ценность того, что сегодня происходит, чтобы вы понимали то, что мы сегодня с вами делаем, что та эстакада, которая сегодня создается, и она является основой уже для 4 элементов и 4 разновидностей трассы Skyway, является основой транснета, это же является и основой, что внутри нее будет ставиться вакуумная труба с 4-вакуумом, и это уже основа для гиперскорости, в ней можно развивать скорости до 1250 километров в час, при этом мощность двигателя не будет превышать 50 киловатт. Это на сегодняшний момент тоже, друзья, выглядит фантастикой, но здесь мы сегодня начинаем отрабатывать уже космические технологии, потому что что такое 4-вакуум? 4-вакуум – это космос на Земле, это крайне агрессивная среда, но там, где будет шлюзование, там, где наш юнибайк будет вставать сначала в сверхскорость, то есть 500 километров в час, потом он может в автоматическом режиме уже через систему шлюзования станции переходить в гиперскорость, потому что там нужны именно специализированные шлюзовые камеры, и дальше уже со скоростью 1250 километров в час можно перемещаться на большие расстояния и дальше обратным счетом выходить уже в атмосферу, в систему обычного нашего перемещения. И таким образом, друзья, мы сегодня отрабатываем элементы, когда создается уже Spaceway, то есть космическая система, потому что гиперскорость – это уже космос на Земле. И когда соединятся две школы, первая – это школа, которую заложил Константин Эдуардович Циолковский, это все, что связано с многоступенчатыми ракетами и орбитальными комплексами, и за практически 100 лет сегодня мировая космонавтика наработала колоссальнейший опыт и работы в открытом космосе, и создание системы шлюзования, и создание системы доставки и возвращения грузов с орбиты, когда это наложится на инженерную школу уже Анатолия Дуарча Юницкого, когда можно создать общеполнитарное транспортное средство и выводить на орбиту уже миллионы тонн и миллионы пассажиров за один рейс, вот тогда, друзья, начнется реальное промышленное освоение космоса. Тогда все металлургические заводы будут находиться в космосе. Мы не будем загрязнять и не будем сжигать миллиарды тонн кислорода для того, чтобы получать сталь на Земле. Это все будет делаться в вакууме, где не требуется, соответственно, гадить окружающую среду. Мы будем использовать, соответственно, восстанавливаемые источники энергии, потому что в космосе неограниченное количество энергии, которое нам дает мощнейший ядерный реактор, термоядерный реактор, это Солнце. Поэтому в космосе нет проблем ни с энергетикой, нет проблем с экологией, нет проблем с невесомостью. Соответственно, это для того, чтобы создавать сегодня сверхпрочные и сверхчистые материалы. Мы, друзья, все это будем делать на орбитальных заводах, мы это будем все делать на орбитальных комплексах, мы будем туда доставлять, соответственно, комплектующие либо сырье, либо брать это сырье с других планет и на Землю возвращать только то, чем мы с вами будем пользоваться, а Земля будет превращаться в действительно земной рай, где будет очень комфортно для проживания, где будет зеленая планета, где все будут ходить босиком, как мечтает Юницкий по траве, где все будут жить на берегу либо красивого озера, либо красивой реки. И это, друзья, абсолютно реально с той логикой линейных городов, которые будут находиться вдоль трасс скоростного Скайвея. И одна такая трасса Владивосток-Москва, которая будет проходить, в ней будет жить более 300 миллионов человек, но это в два раза больше, чем население сегодняшней России. Но эта жизнь, друзья, будет без пробок, без экологических катастроф, без сегодня затрат времени на то, чтобы следить за тем, чтобы пить, есть и дышать чистыми, непосредственно необходимыми продуктами. Это абсолютно новая фитнес-система, когда мы, находясь в своем юнибайке, еще и перерабатывая свою энергию, то есть мы сегодня страдаем, одна из проблем сегодняшней цивилизации, друзья, это гипотер... Как она называется? Вылетела из головы? Гипотер... Ну, то есть там, где не хватает движения. Это самое, то есть... Тут только что писал, так сказать, этот термин, который мне медицинский, не совсем, как бы, знакомый. Гипотинамия. Во, вспомнил, то есть, так сказать. То есть нехватка на сегодняшний момент движения. Так вот, друзья, та система, которая создается, она позволит избыток энергии, которую мы получаем с продуктами, переводить в электрическую энергию и с помощью этой энергии двигаться. И таким образом, миллиарды людей, а население за ближайшие 10-15 лет на Земле удвоится, то есть придет вплотную к 15 миллиардам человек. Но я могу сказать, друзья, это будет очень комфортное, спокойное проживание, где всем хватит экологически чистых продуктов, где всем хватит абсолютно экологической, чистой территории, где всем хватит работы и для того, чтобы и прокормить, и существовать достойно в семье и развиваться в обществу. Это все, друзья, то, что мы строим и то, что сегодня... Нас очень много пугают сейчас горе-футурологи, что в ближайшие 10 лет ждут войны, голодные войны, бунты, войны за территорию, войны за воду, то, что золотой миллиард будет уничтожать для того, чтобы из населения Земли уменьшалось. Друзья, это вам честно могу сказать, это чушь собачья. Никогда этому не верьте, это полная ерунда. То, что сегодня создает цивилизация, то, что создает технология, она ответит на все эти вопросы, она даст неограниченное количество территорий, чистой воды, работы, продуктов и, соответственно, системы развития. Поэтому цивилизация умнеет, она создает и она решит те проблемы. А те дебилы, которые толкают нас сегодня на войны за ресурсы, на войны за воду, за войны, это кроме как звериных инстинктов, которые ими движут, больше ничем объяснить нельзя. Но, друзья, всех зверей всегда изолируют, они сидят в клетке. Я абсолютно уверен, что у человечества, у цивилизации хватит здравого смысла для того, чтобы не идти по пути вот этого самоуничтожения, а реально развивать технологию, технологию Skyway, строить Transnet, потом строить Spaceway, строить ОТС и для того, чтобы спасти экологию. А вам приведу еще один такой пример. Алексей сейчас об этом обязательно скажет, что экогенная технология, которую мы создаем, которую в основе лежит инженерная школа Юницкого, она позволяет делать такие вещи, как, например, где проходят трассы Skyway, там будут оздоравливаться почвы. И, соответственно, со временем вся почва, которая будет идти вдоль наших трасс в радиусе до 100 километров, будет экологически чистой, такой, как она была миллионы лет назад. Соответственно, это вся технология, которая позволяет восстанавливать через технологию биоинженерии, которую также развивает инженерная школа Юницкого, это ГУМУС. Соответственно, ОТС, система, которая будет выводить на орбиту миллионы пассажиров, ну, это даже не пассажиров, а миллионы людей для работы в космосе, для путешествия в космосе, для создания продуктов необходимых на Земле. Соответственно, при каждом таком запуске, то, что я читал еще, друзья, 15 лет назад, и меня поразила именно логика и мышление и масштабность, которую Юницкий закладывал, еще тогда о том, что при, если цеплять к этой ОТС воду и на большой высоте, соответственно, распылять эту воду, то произойдет оздоравливание озонового слоя. И сегодня то, что ракетная техника и сегодня космическая отрасль уничтожает озонный слой, а это основа жизни на Земле, потому что без озонового слоя жизнь на Земле существовать не будет, то каждый старт ОТС, он будет лечить озоновый слой, он будет создавать то, что в нем сегодня не хватает. Это тоже, друзья, как составная часть того, что мы сегодня делаем и то, что сегодня происходит. И таким образом, друзья, полная сегодня вот эта преемственность инженерной школы, которую заложил сто лет назад гениальный наш российский изобретатель, ученый, теоретик Константин Эдуардович Циолковский. И сегодня вся мировая космонавтика и развитие именно ракетной техники идет по тем трендам и направлениям, которые он заложил. Соответственно, сейчас происходит преемственность и эстафету подхватывает новая инженерная школа. Опять это, друзья, русский инженер. Тут уже нет, наверное, никаких иллюзий или никаких, я скажем, удивлений. Во всяком случае, иностранцы, они очень к этому нормально подходят, потому что они все знают Можайского, высочайшего и гениальнейшего российского инженера. Знают Жуковского, ученого, который рассчитал всю подъемную силу и благодаря которым братья Райт подняли самолет. Все знают Сикорского, выдающегося инженера, который создал целое направление в авиастроении, это вертолеты. И, соответственно, пришло время сегодня, когда Циолковского, именно его теоретические разработки подхватил следующий российский инженер Юницкий. Это тоже очень интересная, уникальнейшая фамилия. Юницкий, юни, объединяющий то, что все было создано и создает новое направление. Но Юницкий сегодня является не только теоретиком, не только тот, кто изобретает и показывает, он еще является и генеральным конструктором, и руководителем проекта и президентом группы компаний, соответственно, которые это реализуют. Это, друзья, стало возможным только потому, что время крайне сжимается и сегодня для того, чтобы реализовывать такие проекты, уже не нужны сотни лет. То есть, видите, 35 лет назад, как была опубликована первая статья, а сегодня мы уже создаем основу. И Юницкий сегодня уже работает над тем, чтобы конструировать, делать, и я сам видел своими глазами, как он сидит, рисует и шлюзовые камеры, и камеры пересадки уже шлюзовые с Юнибайка прямо в скоростную, высокоскоростную, гиперскоростную. И, соответственно, когда троллят, обращаюсь специально для вас, потому что вы очень много говорили и писали, что на Юнибайке в Париж, вот теперь можете говорить, ссылаясь на статью Юницкого, ссылаясь на вебинаре, что на этом Юнибайке можно еще будет и в космос. И это, друзья, не какие-то запредельные или далекие времена, это то, что мы с вами создаем, и это реально 10-15, ну от силы 20 лет, и мы с вами на наших Юнибайках будем путешествовать не только по всей Земле, не только из любой точки мира в любую точку мира, но еще и в космос. Ну а дальше, если мы будем дальше работать с Илоном Маском, подружимся, и он свои ракеты с наших стартовых площадок на орбите будет запускать на Марс, то, друзья, я не исключаю, что на наших Юнибайках мы еще полетим и на Марс. Это тоже, друзья, вполне реально, и именно сегодняшняя дата, 12 апреля, день, когда советская космонавтика, когда наша инженерная школа, выдающийся представитель, который Сергей Павлович Королев, ученик Юницкого, ученик Циолковского, друзья, создал и запустил ракетную технику, точно так же сегодня, друзья, мы сегодня утверждаем. И это не какая-то фантастика, друзья, это не какая-то уже футурология, это абсолютная реальность, которая сегодня создается и которой мы с вами, друзья, станем свидетелями. Ну и, соответственно, друзья, это ответ очень многим, которые сегодня задают, а когда будут дивиденды, а когда будет капитализация, соответственно, наших акций, а когда будет построен первый километр, так вот, друзья, я сейчас вам могу сказать, что мы уже создаем и делаем не только Транснет и Скайвей, а мы вплотную уже работаем на создание Спейсвей, следующей сети и следующего технологического уклада. Вот, как бы, друзья, это сегодня не звучало необычным или футурологическим, это, друзья, то, что создается и то, что сегодня делается, и вы являетесь такими же свидетелями, как в свое время, когда кто общался с Константином Эдуардовичем Циолковским, когда кто работал с Сергеем Павловичем Королевым, так вот, друзья, мы сегодня являемся не то, что свидетелями, а мы с вами являемся участниками этого проекта. Поэтому, друзья, поздравляю еще раз всех с Днем космонавтики, этим выдающимся днем, но для нас, друзья, это беха, это пройденный этап. Мы, это те, кто подхватывает эту эстафету и мы выведем дальше действительно космическую отрасль на космический уровень, тогда, когда мы будем создавать действительно орбитальные комплексы, орбитальные заводы, орбитальные туристические комплексы для того, чтобы можно было принимать и отправлять туристов. Мы будем создавать уже орбитальные стартовые площадки для того, чтобы можно было запускать ракетные уже караваны для освоения близлежащих планет и не только солнечной системы, но уже и близлежащих, соответственно, систем. Это, друзья, абсолютная сегодня реальность. Это то, чему вы являетесь свидетелями и то, что мы с вами, друзья, сегодня создаем. В конце Алексей обязательно вам скинет еще ссылки на статью в изобретателе-рационализатор и на ту статью, которая была 35 лет назад, 12 апреля и та статья, которая вышла сегодня тоже 35 лет спустя в этом же журнале. Это тоже, друзья, очень знаково, потому что Юницкий за эти 35 лет создал то, о чем он говорил 35 лет назад. Алексей, передаю тебе слово, рекомендую всегда послушать Алексея. Он даст очень интересный свой взгляд на то, что сегодня происходит. Ну, а я в конце, друзья, буквально подведу несколько таких штрихов для того, того, чтобы перейти к следующим вебинарам, которые у нас будут. Благодарю, Сергей Анатольевич. Приветствую вас, дорогие друзья. Ну, сегодня моя любимая, пожалуй, тема, то, для чего лично я поставил себе задачу с первых месяцов развития SkyWay, не с первых дней, но могу сказать, через три месяца я посмотрел фильм «Небо на колесе», после того, как я начал развивать проект. Был настолько поражен, где-то через полтора года, через год с лишним я прочитал «Экомир». Всем рекомендую, дорогие друзья, кто желает углубиться максимально, познакомьтесь и посмотрите вообще вот этот действительно мощный научный труд «Экомир», который был написан еще в 88-м году. То есть он действительно поражает и воображение, и говорит о том, что Анатолий Эдуардович действительно самый крупный визионер, футуролог, и что все люди, которые касались этой тематики, как Жак Фреско, как сейчас Илон Маск, они не видят конкретного решения, то есть они говорят о решении, которое конечное, возможно, но какого-то промежуточного решения, как к этому прийти, никто обосновать не может. И это действительно, дорогие друзья, это стратегия развития нашего проекта на 15, 20, 30, 50 лет вперед. И что меня действительно поражает, то, что Анатолий Эдуардович как собственную систему дисконтирования придумал 15 этапов, то есть выверил математически, логически все рассчитал. Также и систему, как прийти к ОТС, Анатолий Эдуардович придумал еще, ну, фактически уже 40 лет назад. То есть мы неспроста продемонстрировали в ноябре 2016 года Unibike, то есть это первое легкое транспортное средство системы Skyway. Это первая легкая трасса, именно которая уже отрабатывается для создания высокоскоростной трассы. Далее мы уже на Экотехнопарке во время Экофестиваля продемонстрируем обязательно и грузовое направление. Примерно через месяц максимум будет продемонстрировано, я с запасом беру, возможно, это будет меньше, меньше период времени будет продемонстрирован. Городской пассажирский транспорт, далее, соответственно, уже как у нас по бизнес-плану, то есть в конце 18-го, в начале 19-го года, мы подойдем, точнее, в конце 17-го мы уже начнем строить, и в 18-м году мы подойдем к демонстрации уже высокоскоростного транспорта. И высокоскоростной транспорт, дорогие друзья, это отработка технологий перед гиперскоростями, то есть это уже более 1000 км в час. Я могу сказать, что я пробовал в этой поездке во Францию, и мы обязательно пообсудим и расскажем про конференцию французскую, наверное, на вечернем вебинаре, буквально вкратце, в конце остановлюсь. Опробовал ТЖВ, то есть это скоростной способ передвижения, комфортный, но, дорогие друзья, вот именно с критической точки зрения я заметил все недостатки, то есть все-таки это именно транспорт, перемещающийся с вибрациями, с минимальными, конечно, но эффектом рельсы, шпалы, с дерганями, со стуками во время торможения, и, собственно, много недостатков, но я видел, как люди с каким комфортом перемещаются внутри ТЖВ, и представьте, с каким комфортом далее они будут перемещаться внутри наших юнилетов. Ну, естественно, вот это все делается, дорогие друзья, это оптимизация, это оптимизация, и это один из основополагающих принципов, элементов развития нашей корпорации, именно корпорации Skyway, и дальше это будет Spaceway, с меньшими затратами, с меньшими усилиями, и с меньшим количеством материала получить наилучшее решение. И вот эта вот гиперскоростная трасса, которая будет продемонстрирована уже при достаточном финансировании примерно в 2019 году, до конца 2019 года, это будет отработка перед ОТС. Но и ОТС, дорогие друзья, появится не сразу, то есть перед тем, как появится именно рабочая модель, рабочий геокосмический транспорт планетарного масштаба ОТС, нужно будет отработать, соответственно, также малую модель. Перед этим также мы будем создавать специальную станцию ГКТС, то есть это электростанция, которая сможет накопить электроэнергию более чем 25 современных электростанций, то есть это больше чем 25 миллионов киловатт. И, соответственно, эта энергия будет использоваться для разгона ротора, потому что, естественно, эта энергия будет накапливаться не сразу, не за день, не за два, не за три. Месяц будет происходить накопление и первый полет, я думаю, что первый полет ОТС в будущем человечество запомнит еще сильнее, чем первый полет человека в открытый космос. И это будет новое событие в новейшей истории освоения космоса и индустриализации. И, соответственно, в начале будет ОТС работать для создания ожерелья, космического ожерелья вокруг нашей планеты. И далее уже будет создаваться стационарная система ОТС, то есть без полезного груза, который будет перемещаться на околокосмическую орбиту. И, соответственно, далее уже по расчетам 1988 года, и мы уже можем прибавить смело 20 с лишним лет, если тогда говорил, что к 1950 году Анатолий Эдуардович планировал покончить процессы индустриализации ближнего космоса, то сейчас, с 1970 году, мы полностью будем готовы и, соответственно, очистим нашу планету от вредного пагубного влияния промышленности, от вредных выклопных газов и от всей индустриализации, которая сейчас загрязняет и отравляет нашу планету. Дорогие друзья, это все было описано в 1986, потом в 1988 году, потом представлено на международной конференции по неракетной, безракетной индустриализации космоса в Гомеле, и потом еще много попыток было до того момента, как Анатолий Эдуардович уже понял, что необходимо, соответственно, создать транспортную систему и для отработки, перед запуском ОТС, и для отработки самой технологии, и для капитализации, для заработка, потому что сейчас примерно в полтора триллиона долларов оценивается создание геокосмического транспорта ОТС. И, соответственно, для того, чтобы это все сделать, должны объединиться государства, должны объединиться все страны мира, примерно так же, как в 2015 году все страны подписали Парижскую конвенцию ООН об изменении климата. То есть, об этом мы общались с господином Чангом, и я думаю, что как только Анатолий Эдуардович примет в гостевом домике господина Чанга, и как только тот увидит всю нашу уже рабочую транспортную систему в Skyway, будет разговор, естественно, об ОТС. Потому что, как никому, господину Чангу следует узнать о способе и действительно о действенном решении изменения климата. Если сейчас многие статьи говорят, что прошлый год у нас был рекордным по температурным значениям, и в этом году ситуация обстоит еще хуже, и, казалось бы, точка невозврата настала, дорогие друзья, так же, как говорят, что в 2040 году будет энергетический кризис, и, соответственно, уже потенциал использования микропроцессорной электроники, уже связи, которую сейчас, опять же, затрагивает и начинает развивать Илон Маск как интерфейс человек-компьютер. Кто не в курсе, Илон Маск недавно зарегистрировал новую компанию, которая будет заниматься переносом данных из человеческого мозга в компьютер и обратно. То есть, это фактически создание интерфейса человек-компьютер. И мы всегда говорим о том, что у нас экогенная цивилизация, что есть такие понятия, которые сейчас вообще человечество не затрагивает, а абсолютно как хомомир, то есть, это именно мир общественного устройства, которое обеспечивает полную социальную справедливость, равноправную международную организацию человеческого общества, гармоничное развитие всех потребностей, всех способностей и счастья человека, каждого живущего человека на земле. То есть, об этом говорил, естественно, Жак Фреско. Он представлял это в виде визуализации, в виде не сырьевой модели экономики. Но как к этому он мог прийти? Средства не было конкретного. Анатолий Эдуардович это описал еще в 88-м году в публикации Экомир. И что такое Экомир? Экомир это вообще единство, то есть, это единая система, сеть, если хотите, самых лучших оптимальных экологических условий для развития как хомомира, то есть, так биосферы, так и космического производственного комплекса, основой которого будет ОТС. То есть, это техномир. О техномире на сегодняшний день, дорогие друзья, я отслеживаю все новости, и отслеживаю все публикации, никто не говорит, никто не говорит на сегодняшний день. И говорят о запуске и о преобразовании атмосферы Марса для того, чтобы там выжил человек, но зачем этим заниматься, если в первую очередь нужно заняться нашей планетой Землей. И Анатолий Эдуардович представил такие способы, такие конкретные технологические расчеты именно с помощью системы ОТС, которая может располагаться не только вблизи широты экватора, но и вблизи других широт. Это в будущем соответственно будет реализовано и поднимаясь, расширяясь, то есть мы еще не один вебинар, дорогие друзья, проведем конкретно по ОТС, чтобы сложилось понимание. Мы сможем, как вот Сергей Анатольевич уже упомянул, распылять пары водорода и кислород для лечения озонного слоя. Внимание, дорогие друзья, меня это лично поразило, когда я знакомился с этим трудом, что сейчас все ищут способ, по каким образом экологически чистым способом влиять положительно на изменение климата, каким образом изменять метеоусловия. ОТС сможет менять направление ветра, ОТС сможет менять и предупреждать создание тайфунов, циклонов и так далее. Все, что сейчас может спровоцировать ураганы, смерчи, цунами, всего этого можно избежать. И, соответственно, если сейчас мы создаем, дорогие друзья, единую транспортную, энергетическую, коммуникационную, социальную и, я думаю, в будущем финансовую сеть, это станет основой для именно космической сети. Если Илон Маск сейчас создает интерфейс человек-компьютер, мы создаем, в первую очередь, Анатолий Эдуардович это все скомпоновал и описал, мы создаем интерфейс, если хотите, планета, Земля, то есть и ближний космос, то есть Earth and Space. И этого никогда никто об этом не говорил. Это то, что будет после шестого технологического уклада. И, соответственно, эта система, эта сеть будет включать в себе и солнечные электростанции и есть понимание, каким образом первые, так скажем, материалы привести даже с помощью первого запуска, когда будет формироваться космическое ожерелье. Вот вы видите, вот это тончайшее по сравнению с размерами Земли, внизу вы видите, и это, соответственно, ожерелье, космическое ожерелье вокруг нашей планеты Земля. И далее уже будет формироваться стационарное геокосмическое кольцо с множеством инфраструктуры, с множеством солнечных электростанций, которые будут использовать природнейший, космический, вселеннейший источник энергии, то есть это солнечную энергию. И сейчас неэффективно то, что используется и солнечная энергия, то есть огромные потери. Это примерно такие же потери, как и испытывает автомобиль при передаче крутящего момента и при перемещении на обычном автомобильном полотне, при возникновении опрокидывающего момента и так далее, при плохой аэродинамике по сравнению с транспортом второго уровня. Вот также примерно можно сравнить получение солнечной энергии на территории именно стационарного космического кольца ОТС по сравнению с тем, что сейчас получает человечество через атмосферу и так далее от Солнца. И Солнце это вечный термоядерный реактор и вечно можно будет получать эту энергию. Запустив ОТС один раз и потратив на это какое-то количество энергии и опять же повторюсь как без урона экологии это сделать Анатолий Эдуардович описал и создал концепцию и все подробно было опубликовано в публикации Экомир и соответственно запитав и раскрутив ротор это кольцо поднимется и достигнет первой космической скорости уравновеситься за счет центра массы Земли это закон сохранения центра масс уже который Анатолий Эдуардович взял за основу ОТС и соответственно дальше уже когда будет создана стационарная система мы будем повышать грузопоток пассажиропоток в начале это будет 500 тысяч тонн даже сотни тысяч тонн потом 500 тысяч тонн потом миллион тонн потом десятки миллионов тонн и далее соответственно мы сможем выйти на те темпы которые говорили еще в 88 году что к 2050 году мы можем полностью вынести всю промышленность в открытый космос дорогие друзья ничего не напоминает то есть вот сначала малая модель электростанции которая запитает ОТС потом малая модель демонстрационная ОТС потом уже коммерческая конкретная рабочая рабочая модель рабочий геокосмический транспорт то есть это то что сейчас мы создаем и соответственно даже пролеты 200 400 200 после которых мы придем к километру к 3 километрам и далее к 5 километрам без каких-либо промежуточных опор дорогие друзья вот это вот наша железобетонная уверенность в капитализации в реальности проекта и действительно в связанности всех факторов развития на стратегию 5 10 15 20 50 лет вперед всей корпорации я не знаю будет ли эта корпорация также Skyway Transport Technologies либо уже будет Spaceway Transport Technologies это будет решать лично Анатолий Эдуард Очиницкий но то что стратегия такая выверена говорит о том что действительно дорогие друзья вот этот футуризм эту всеобъемлющую концепцию и видение каким образом развивать сначала транспортную систему на земле и каким образом потом все это переместить уже в открытый космос и каким образом далее меня это интересовало я задавал вопрос Анатолий Эдуардович каким образом далее полететь уже на другие планеты это уже все создано рассчитано и осталось соединить уже ввиду мировых консорциумов мировых корпораций возможно это будет Amazon.com Джефф Безос возможно это будет также синергия сотрудничества и с Илоном Маском возможно это будут авторы тех концепций которые ранее говорили об экспедициях на Луну об взятии полезных ископаемых и ресурсов с астероидов возможно это будет с ними но дорогие друзья факт заключается в том что настала пора объединяться и соответственно тот слоган который был создан и придуман ранее что мы объединяем мир дорогие друзья мы объединяем мир и мир это именно общепланетного значения и когда об этом слышат те люди которые только присоединяются к проекту не стоит об этом говорить сразу дорогие друзья подождите месяц когда в голове у человека все устаканится и далее после этого без сомнения бомбите этой информацией в хорошем положительном смысле этого слова чтобы у человека складывалось полное видение а что же будет после того как мы закроем возможность финансирования в корневую компанию и чем будет заниматься и краудинвестинговая система то есть angel network как называет Виктор Бабурин и что мы будем дальше делать дорогие друзья есть чем заниматься и собственно это это ли не такая весомая причина чтобы сейчас рассказывать всем и каждому что такое Skyway и далее что такое Spaceway вот такой вот дорогие друзья краткий взгляд экскурс и можно часами рассказывать о ПТС мы обязательно это будем делать но уже после того как финансирование именно в корневую компанию для финансирования первых этапов создания еще до гиперскоростей экотехнопарка будет завершено вы услышите еще не одну сотню ни одну тысячу вебинаров и конференций на эту тему время как видите с большим удовольствием я всегда слушаю Алексея видите мы друзья сегодня ни слова не говорили ни про парижскую конференцию ни про поездку Бабурина в Африку ни предстоящую поездку в Индию в Индонезию в Малайзию Сингапур Австралию и еще куда-то я уже набыл вот это друзья мы с вами поговорим на следующем днаре сегодня вот если вы внимательно или так сказать слушали Алексея то основная мысль которая сейчас прошла и которой надо относиться очень серьезно друзья это то что задает вопрос а как вы сделаете кольцо это же надо договориться с огромным количеством правительств стран и так далее так вот друзья как раз мы всегда говорим что Транснет ту сеть которую мы создаем на основе струнных технологий Юницкого то есть Skyway то что сейчас уже воплощается именно инженерное решение в технологическое решение оно уберет границы между государствами точно так же как интернет убрал информационные границы если 25 лет назад позвонить из любой точки в любую точку было невозможно только надо было по проводам заказать либо на телефонной станции соответственно это было определенное мероприятие либо через телефонистку кто помнит там и по талонам и по записанным этим по специальным книжкам вот то с приходом интернета с приходом мобильной связи все это ушло в прошлое сегодня ни у кого нет даже мысли спрашивать а можно ли позвонить нельзя ли что передать где получить информацию то есть это все друзья решилось технологически само собой точно так же приходит сегодня транснет на смену тех коммуникаций которые есть и из любой точки мира в любую точку мира не вставая со своего рабочего места и не снимая своих тапочек мы любим говорить вы будете перемещаться в любую точку это транснет он также уберет границы физические границы между людьми между странами между континентами как убрал интернет и кто-то хочет этого не хочет это друзья абсолютно никого не волнует с точки зрения персональной это все развитие цивилизации это развитие технологий и никто сегодня как бы он это не хотел остановить это не сможет соответственно следующим этапом который мы говорим это очистить сделать более приятное и доброжелательное для проживания именно нашу среду нашу землю это вынести все вредное то что сегодня загадит нашу жизнь то чем мы пользуемся сегодня друзья мы не от хорошей жизни примеряемся с тому что выкидываются миллиарды тонн нефтепродуктов продуктов сгорания нефти в атмосферу почему потому что мы без автомобиля и без всей инфраструктуры не можем представить сегодняшнюю жизнь мы не можем представить без электричества которое вырабатывается на сжигании углеводорода мы не можем сегодня представить себе жизнь без сотовой связи без материалов без углепластиков без пластиков без металла который сегодня для своего производства сжигает кислород и выкидывает соответственно вредные для человека вещества мы меряемся с этим потому что не можем это ничем заменить мы сегодня вынуждены смотреть на этих птеродактилей цивилизации эти безумные самолеты которые сжигают сотни тонн керосина в стратосфере сжигая озоновый слой убивая всю экологию земли но из-за того что нам нужна эта скорость мы ценим свое время мы вынуждены сегодня примиряться с тем что убиваем природу в обмен на скорость жизни которую мы сегодня создаем но друзья приходит то время когда это становится невозможным когда вызовы жизни когда экология вода продукты питания озоновый слой соответственно парниковый эффект они нам ставят сегодня условия будем мы дальше жить будем ли мы дальше выживать или нет и поэтому естественно что инстинкт самосохранения естественно что здравый смысл а человечество все-таки мудрее я абсолютно в этом уверен и я вижу как все это сейчас развивается то мы подходим к тому что мы будем решать эти вопросы а инженеры они всегда готовы дать те решения которые сегодня требует общество которое требует человечества и другое дело что есть очень много в истории факторов когда инженеры когда изобретатели намного опережают свое время мы видели так с изобретениями Леонардо да Винчи когда очень многие открытия изобретения которые он сделал опиедили свое время и там чертежи вертолета самолета паровой машины двигателей внутреннего сгорания они только спустя 300 лет стали реализовываться мы видели изобретения Теслы Никола Теслы который стал делать огромнейшие серьезнейшие опыты с энергетикой и тоже намного опередив свое время они тоже были не востребованы или не могли примениться именно в цивилизации в развитии того времени и Юницкий когда 35 лет назад описал соответственно ракетное освоение с помощью ОТС создание общепланетарной системы это тоже на тот момент было рано за это время оформился интернет как мы его называем младший брат сегодня формируется Транснет следующая технологическая сеть технологического уклада котовщие экономическое технологическое развитие дальше начнет формироваться уже седьмой уклад это уже Spaceway и основу мы ее сейчас закладываем и как раз сегодня это быстрыми темпами приближается к реализации почему потому что в этом друзья есть потребность в этом есть необходимость в этом есть потребность каждого жителя Земли соответственно дальше мы показываем и Mobile Personal Space это наши мини-байки которые сделают абсолютно новую среду обитания новую среду соответственно для жизнедеятельности человека мы сегодня показываем освоение новых территорий новых месторождений и все это идет к тому чтобы сделать планету чище потому что за ближайшие 10 лет мы уберем автомобили с дорог с земли то есть они не будут сжигать там порядка 3-3,5 миллиардов тонн нефти все будет заменено на электромашины которые будут работать на возобновляемых источниках энергии это соответственно наши мини-байки юнибусы юни-леты и дальше те 40% мирового загрязнения атмосферы именно с точки зрения жизнедеятельности человека это останется за промышленностью за металлургией и как раз наша будет задача это вынести все это уже за пределы атмосферы чтобы это работало в открытом космосе никому не мешало никому не вредило не нарушало соответственно экологию работало от природных источников энергии от природного термояда и соответственно мы пользовались теми плодами которые создает именно экогенная технология и сегодня опять же друзья когда нас пугают в будущем говорят что мы все будем киборги в нас будет вшиты чипы мы будем взаимодействовать на уровне электронных контактов только общаться с друг с другом что у нас будут выращиваться искусственные органы что мы будем там питаться искусственно друзья это все делают горе-футурологи чушь все это собачье чушь друзья могу сказать мы идем сегодня абсолютно к другой цивилизации когда наши дети будут бегать по зеленой траве жить у каждой у каждой семьи будет как минимум гектар земли для того чтобы делать свое родовое поместье мы будем все жить в линейных городах где нет такого понятия пробки где нет такое понятия как смоги где нет такого понятия гиподинамия я наконец вспомнил это слово то есть нет нехватка физической нагрузки вот и мы соответственно друзья подходим к абсолютно новой цивилизации новому тысячелетию который сегодня есть и мы это закладываем и инженерная школа которая сегодня имеет свои глубокие корни именно в русской инженерной такой традиции которую я уже показал которая идет сегодня по развитию мировой космонавтики день который мы отвечаем сегодня 12 апреля то сегодня можно считать это новый старт новое развитие новый этап где мы четко можем утверждать что мы знаем будущее всей мировой космонавтики мировая космонавтика это сначала Skyway а потом Spaceway и здесь друзья если кто-то будет возражать то я готов выслушать аргументы но только аргументы с точки зрения научной школы только с точки зрения аргументации а не с точки зрения наших глубоко уважаемых я бы даже сказал любимых троллей которые матами пишут о том что теперь на Юнибайке мы еще полетим сначала на орбиту потом на Марс да друзья я вас могу разочаровать полетим и ничего в этом не предрассудительного ни странного нет ну вот друзья давайте на этом будем заканчивать сегодня еще раз хочу сказать что знаменательный день вот который так это друзья чтобы у нас фоном шло у нас свой гимн пока отрабатывается но пока мы с большим удовольствием будем слушать гимн наших братьев-осканатов заработал у нас ролик что ли потому что у нас долгое время не показывал нет все-таки видите ролик не идет и О, отлично! Ну, друзья, я буду считать, что у нас... Видите, даже на День космонавтики первый раз за два месяца заработали ролики, и сегодня вы увидели будущее космонавтики, то есть, и когда говорят, что, друзья, то есть, сегодня очень символичный день, друзья, очень символичный, потому что в свое время Циолковскому, да даже Королев, когда работал, когда он уже создавал, есть целые, почитайте, научные, ну, исторические очерки о том, когда Королеву утверждали, причем никто-нибудь, как Келдыш утверждал, что не может создать орбитальную сегодня ракету, нельзя создать сегодня орбитальный комплекс, о том, что это все ерунда, и Королев говорил, а я это сделаю. И здесь, друзья, космонавты, которые сделали фантастическую реальность там 50 лет назад, сегодня, как не нам говорить, что, друзья, а мы знаем, как это будем делать, и поэтому 12 апреля для нас, друзья, это крайне символическая дата. И то, что сегодня идет, скажем, передача эстафеты, я бы это так назвал, что от научной школы Циолковского к инженерной школе Юницкого к работе к освоению космоса, то это тоже, друзья, реальность. И самое главное, почему, друзья, мы можем это говорить и это утверждать, потому что мы с вами практически уже запустили Skyway. А Skyway, кто-то говорил, что это невозможно, что это ерунда, что он никогда не заработает, струна порвется и так далее. Сегодня четко можно уже утверждать и говорить, Skyway состоялся. И 1 июля, друзья, мы с вами увидим то, к чему все это шло, и уже будем свидетелями заключения десятков и десятков контрактов, то есть этот проект пошел. Но здесь, как горизонт целей, мы говорим, что, друзья, мы ставим эту цель, наша задача десятки миллионов километров струнных дорог по всей Земле, но следующий этап, это, друзья, конечно, Spaceway, это космос, и мы тоже уже над этим работаем, и в День космонавтики, друзья, это тоже сегодня крайне важно и крайне символично. Так что, друзья, теперь уже строй Skyway, спасай планету, следующий этап у нас будет уже Spaceway. Все, друзья, всего доброго, до новых встреч. Вечером у нас такой же вебинар будет в 20 часов, ну а в 21 несколько в другом плане будет для наших европейских друзей, хотя тоже будем говорить сегодня с ними и про Сауковского, и про Жуковского, и про Можайского, и про Сикорского, и про Юницкого, чтобы они тоже понимали, в чем, собственно, заключаются и наши цели, и задачи. И когда Юницкий говорит, моя цель не сейчас построить, и не заработать, и не капитализировать, и не получить дивиденды, а двигаться дальше, то я могу сказать, друзья, он абсолютно в этом прав, он нисколько не лукавит, потому что те грандиозные цели, которые сейчас стоят, они, конечно, требуют еще огромной и огромной работы, и здесь, друзья, мы все это вместе с вами делаем. С днем космонавтики, с днем передачи эстафеты, друзья. Всего доброго. С днем космонавтики,